Я думаю, что, как всегда, мы в первую очередь будем благодарить Господа за то, что Он дал нам спасение, и мы сегодня находимся в этом молитвенном доме не в первый раз, а как постоянно, любяще приходить сюда, молящееся и желающе еще раз получить из уз Господа Его Святое и Божественное Слово, которое нам так необходимо в нашей жизни для того, чтобы успешно закончить, тот христианский путь, который однажды начался для каждого из нас, кого-то уже очень давно, кто-то, может быть, делает первые шаги, но не совсем правильно, когда говорят, что не началось, а конец, такого в Библии нет, есть мысль такая, но это на самом деле правда, потому что апостол Павел говорил однажды, он очень жалел о том, когда писал, кажется, галатам, он такую мысль выразил, как это, вы говорите, так сумели, начавши духом, а теперь кончаете плотью, вы помните это местописание, вот так получается часто у людей, потому вот то, что мы сегодня имеем, это вот те мгновения и минуты нашей жизни, где Господь хочет нас вооружить каким-то своим особенным оружием, ну а если конкретно Словом Божиим, чтобы когда мы пойдем в дальний жизненный путь завтра, чтобы мы знали, как нам поступать, что нам делать, и чтобы имели действительно тот мир духовный, которым сражаясь, мы сможем побеждать все то силы темы, силы греха, которые будут встречаться на нашем пути. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эта мысль сегодня прозвучала, когда брат Сережа говорил, чтобы мы не просто спрашивали у Господа, а что мне такого сделать, или как мне жить, чтобы иметь жизнь вечную, а чтобы у нас было намерение, услышавши, исполнить, я просто повторю старую мысль, я тоже когда-то, наверное, выражал даже во время разбора, когда этот юноша, богатый юноша, когда тоже у него такое было желание узнать, а что, что мне еще не хватает, помните, ну а что мне еще не хватает, вот, чтобы иметь жизнь вечную. Христос ему сказал, что не хватает, он ему перечистил все, а юноша сказал, что это у меня все в норме. И Христос не сказал ему, что ты обманываешь, ничего не сказал, он его полюбил, а потом он говорит, а если ты уже допытываешься, а что еще надо, то что ты чувствуешь, что что-то еще надо. Но когда Господь ему сказал, что ему надо, то скажите, он обрадовался или, в общем, он разбитый был? Он просто не ожидал никогда, что вот именно такой ответ был, хотя спрашивал. И думаю, если Иисус его полюбил, значит, это не был лицемер, это не был, который просто говорил, ему надо было что-то поговорить, он завязал разговор. Он правда хотел знать, но когда узнал, что у него за проблема, он этого не мог выдержать. Он отвернулся и что он и делал? И ушел с печали, уже ничего не надо было тогда, когда узнал, а что же мне еще надо? Я бы не хотел, чтобы в сегодняшний день мы уподобились ему. Наверное, мы тоже, когда что-то у Господа спрашиваем, то не всегда ожидаем, что именно вот такой ответ был. Бывает ответ, когда мы раз и все. И вроде бы и не хочется даже, уже и жалеет человек, что и пошел спрашивать у Господа, потому что, ну, не по вкусу получилось, не то получилось, что хотел. А между тем, когда Господь сегодня говорит к нам, и я не раз повторял эту мысль, и еще не раз повторю, самое ценное, когда он указывает нам, что нам не достает. Это бывает огорчительным, это бывает неприятным. Мы бы хотели, чтобы Господь сказал нам, у тебя все хорошо. И думаю, если было все хорошо, то Бог и сказал бы, что у тебя все хорошо. А когда не совсем хорошо, то если мы уже так-таки тщательные, если мы очень хотим знать, то Бог сейчас достанет то глубокое, о чем мы даже не подозревали. И здесь уже надо смириться, сказать, ну что ж, Господь, неприятно это для меня. Ну, а куда денешься, я же хочу иметь жизнь вечную, а туда ничто нечистое, что не войдет. Вот почему Господь не для нашего огорчения, не для того, чтобы у нас опустились руки, не для того, чтобы мы плакали, Он не сторонник доводить людей до плача. Но Он говорит всегда истину. Он говорит то, что надо сказать. И что поможет впоследствии исправить жизнь и, ну, воротами войти во спасение. Поэтому пусть Господь и сегодня благословит нас, потому что мы иначе никак не узнаем самих себя и не можем оценить свои поступки, если не сравнив их с требованиями Слова Божия. Потому что тоже повторюсь, что я не один раз говорил в последнее время. Когда мы сравним сами себя с собою, то есть со своими взглядами, со своим мышлением, со своим, так сказать, кругозором, то всегда же получается у нас все нормально. А Писание говорит, что это очень неразумно сравнивать себя с собою. А с кем сравнить? Все мы люди. И ни один из нас не может быть эталоном. Поэтому мы всегда сравниваем свою жизнь, свои поступки со Словом Божиим. У нас есть такое направление. И Господь об этом говорил. Вы помните, когда упрекал книжников фарисеев, что они от людей что-то требовали, а сами не выполняли, то Господь не говорил, что вы, вот что они говорят, вам не делайте. Он говорил, вот что они вам говорят, что не смотрите, как они поступают. Делайте. Но по делам их не поступайте. Но у нас же так не получается. Если я говорю, если даже правильно говорю, а сам не делаю, то вам же не хочется слушать тогда. Хотя это неправильно. Так не должно быть. Но, тем не менее, этот человеческий фактор, он никогда не должен, так сказать, исчезнуть из нашего внимания. Потому что апостол Павел где-то говорил, Петр эту мысль повторял не один раз, что, значит, подавайте пример стаду. Вот пример имеет очень сильное влияние. То есть, дайте пример, как надо жить. Дайте пример, как надо поступать. Дайте пример. Поэтому хотелось бы, когда мы сегодня говорим о вере, я обращаюсь к той же самой 11 главе, то мы сегодня, я не разрываю вот эту мысль, которую сказалось тем, что буду говорить. Потому что наши поступки, наши дела, наши слова, это видимая часть нашей веры. У веры всегда есть две части. Одна невидимая, это то, что никто не видит. И даже, наверное, сегодня очень трудно нам, так сказать, словами охарактеризовать, что такое верить. Вот сами мы верили, понимаем, как-то по вере, а вот рассказать словами трудно. Но есть видимая часть веры, и как раз то, это дела наши, слова наши, поведение наше. И вот когда эти две части, они не противоречат одна другой, тогда это и живая, настоящая и спасительная вера. Хочу просто еще раз напомнить, может, для кого-то впервые, для кого-то повторение, потому что Библия говорит, что есть живая вера, и есть какая еще вера? И есть мертвая вера. Я думаю, никто из нас не хотел бы обладать мертвой верой. Все хотим, чтобы вера была живая, спасительная. А как это можно увидеть? Через дела, через поведение, через жизнь. И вот как раз то, вот когда мы говорим в этой 11 главе, то как раз здесь подшеркивается и невидимая сторона веры, и видимая. «Ной благоговея» – это необходимая часть веры благоговения. Человек, который не благовеет перед Богом, который Бога считает за панибрата, который Бог считает равным себе, что с ним можно разговаривать, как с человеком, это не то, что надо. Перед Богом существует благоговение и смирение. А вслед за этим кто видит? Как можно видеть? Благовеет человек перед Богом или нет? Внутри же не заглянешь. А уже как он ведет себя, как он приходит к Богу, это видно. Это видимая часть нашей веры. Это видимая часть того, что на самом деле вначале невидимо. Поэтому здесь вот, когда мы читаем, это мы проверяем свою собственную жизнь и видим веру. Говорит, «Ной благоговея что сделал? Приготовил ковчег». А уж готовил ковчег, это не тайно где-то. Это работало руками, это в общем видно было. А благовение как такового не видно как чувство, как его можно увидеть. А вот по делам, по поступкам, по словам уже видно, как кто к кому относится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день, я просто немножко, чуть-чуть напомню, потому что один разбор пропустили. Во-первых, здесь речь идет, когда речь пойдет о Моисея, то речь идет о страхе. То есть не о страхе, а о вере. Но здесь особенно подчеркнуто, насколько приходится вере вести борьбу со страхом. Вот послушайте, я перечитаю. «Верою Моисея» 23 стих 11 главы, послание к евреям. «Верою Моисея по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». То есть вера, она побеждает страх. Не устрашились, потому что верою постигли, что Бог силен. Понимаете, насколько? Потому что если мы боимся, я ли, то вообще мы чего-то боимся иногда. Значит, просто у нас не хватает веры, или что сказать, доверия Богу. Не хватает доверия, что Бог может сохранить. Но всегда надо понимать, что Писание говорит так, что, значит, «служа Господу», я своими словами передаю эту мысль, «нам надлежит не только вера, но и страдать». Помните? Но и страдать. Значит, не всегда Бог будет обергать нас так, чтобы ничто не коснулось. И это не потому, что Бог не способен на это. Но именно в таких обстоятельствах, в трудной обстановке открывается твердость веры, открывается сила веры. Вы думаете, почему Господь допустил так сильно фараону подняться и противиться Моисею? Потому что чудеса делали, и жапы водили, и воду укропе перекладывали. Помните? И для израильтян это было не так, то просто видеть, что идет сражение, и на некотором уровне никто никого не побеждает. Уже одно сделали, и колдуны тоже сделали с чародеями. Второе чудо, и они тоже, третье, и они тоже. Уже возникает мы, а вообще, то есть где-нибудь предел. И Бог очень часто дает дьяволу встать в полный рост, а после мгновенно его не извергает. И прошло время, кажется, там, мошки появились, и нарывы, и уже только тогда сказали, а эти стали делать не могут. И только тогда сказали, это перст Божий. А до этого смотрели, и в одних получается, и в других. Но там немножко есть преимущества, там, допустим, жест Моисеев поглотил жезлы вот этих чародеев. Но факт в этом бесовском мире происходят некоторые вещи, которые действительно, сегодня, ну, нам трудно вот понять, как это можно так. Ну, можно так. Вот было так. Поэтому нет ничего удивительного, что до определенного времени Бог как будто молчит. Может быть, у кого-то сегодня есть проблема, какая-то трудность, болезнь. Вы думаете, почему Бог допускает до этого? Да, для того, чтобы показать свою силу, Бог очень часто допускает до крайности. Апосте показывает, что для него проблемы нет никакой абсолютно. Мы сегодня можем, так сказать, какие-то высказывать претензии в адрес Бога. Вот я, значит, болею, и почему Бог, значит, вот такой эксперимент для мной такие производит. Дело в том, что Бог болезнь допускает, Он их не посылает, Он их не рождает, особенно то, что мы сегодня имеем. И так или иначе, если ты сегодня или я больный, если Бог не умешался, то никто же не помог бы. Поэтому обижаться на то, что Бог теперь не проникает, не Бог же дал это. Если я сегодня заболел за свой собственный, то, что Бог виноват, нет, я болею. Но Он имеет полное право умешаться тогда в мою жизнь, когда Он сочет нужным. И благодарен Богу за то, что Он умешивается. Если бы Он не умешался, то все равно ничего не получилось бы. Дошел бы до самой смерти. Но не увидел бы славы. Поэтому я очень хотел бы, может быть, я несколько неясно выразился, что я хотел сказать. У нас очень часто, почему ты, Господи, так до такого уровня допускаешь? Если бы Он этого хотел, захотел, тогда, может быть, Господи, что ты меня мушаешь? Но это не Его вопрос с некоторой стороны. А то не Он это сделал. Жизнь, допустим, установка, в которой жил, она это сделала. Уже здесь обижаться на Бога, что умешиваться не тогда, когда я хочу. Но слава Богу за то, что умешивается. Поэтому хотелось бы нам сегодня более углубиться в эту веру. И, конечно, человек, который пережил на самом высоком уровне, может быть, находился в страданиях, которые еле-еле можно перенести, он имеет гораздо большую веру, чем тот, который в самом начале получил исцеление. Меня хорошо слышите? Потому что он видел, что уже тупик. Когда один, допустим, палец заболел, и Бог исцелил. Ну, а вот когда кто помнит из пожилых христиан с Кипора, он был долго в раме пасторов, отделенных баптистов. Кружковцами их называли. И когда заболел раком, и разрызали, казалось, что его вся внутренность гнила, и зашили назад. Он после лет 20 жил, и что? Скажите, есть разница, получить исцеление, когда сгнил до конца, или когда палец чуть-чуть заболел, помолился, и все стало нормально? Конечно, есть. Хотя никто из нас не хотел бы таким экспериментом подвергаться, или таким испытанием. Я понимаю, что тут так есть, но вот в этом, мы прощаем, как раз-то не мы будем командовать. Что Богу делать, когда делать, и как делать, это уже его сторона. И мы не умнее его, чтобы ему подсказывать или корректировать его, ты не так делаешь, ты слишком много мне дал. Ну, слишком мы маленькие для того, чтобы ему подсказывать или указывать, что ему делать надо. Поэтому, очень хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание. Веру, и мы еще и по рождению три месяца скрываем, был родителям своими, ибо видели ли они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Вера и Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И вот, смотрите, вот две грани, две границы. Одна самая нижняя, другая самая высшая. И лучше захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Смотрите, страдать, эту грань, самая неприятная для нас. Иметь наслаждение, это не просто удовольствие или довольство. Это самая высшая грань, которую мы хотели бы всегда иметь. Наслаждение. Вот, наслаждение и страдание. Им надо было выбирать. Не что-то среднее, вот мне хорошо и все, наслаждения нету, но и страдания нету. Он живет, как все люди. Есть две грани очень резкие. Или страдать, или наслаждаться. И он подпочел страдать вместе с народом Божьим, нежели иметь временное, и вот причина, почему он касался греховное наслаждение. Он хорошо понимал, что это греховное наслаждение. И впоследствии придет за эти греховные наслаждения рассчитываться. И рассчитываться по большому счету. А Маисею было, что оставлять. Ему было, что оставлять. Он отказался называться сыном дочери фараоновой. Это не просто у мамы развалюха там какая-то есть, или еще что-нибудь там пару сотен наших лежит где-то там. И вот за эту войну он мог быть великим человеком в Египте. Может быть даже наследником фараона. Хотя у него там и свой сын был родной. Уже не знаем, чем он обладал бы. Но здесь много было поставлено, как сегодня говорят люди, на карту. Или страдать, или блаженствовать. И он наученный матерью, знающий Слово Божие, понимающий, что есть вечность и Бог, он предпочел. Это был его выбор. Он предпочел сам. Конечно, вы скажете, Бог стоял за ним. Да, Бог, конечно, Бог. Вот с этой точки зрения стоял Бог. Но, тем не менее, он должен был сделать выбор. Вот здесь так и написано. «Верой Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот это уже вера, которая оканчивалась в вечности, которая уканчивалась у престола Божия, воздаяние. Но на земле надо было иметь веру тоже. И здесь тоже интересно написано. «Поношение Христово». Во-первых, Христово. В времена Моисея поношение Христово. Почему Павел так сказал? Он хорошо понимал, что Христос всегда был. Во плачу Он не проходил на землю. Он действовал. И вы помните 6 главу Исаии? «В год смерти цара Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесении. Края рысия наполняли весь храм». Вы помните место Писания? «Кому вызывали свят, свят, свят Господь Савову». Иоанн говорит, это Иисус на престоле был. Он видел славу Его, как изнародного от Отца. Потому здесь уже апостол Павел в ветхом завете убытия вы не найдете Иисус Христос вот этого имени. Но он говорит, что Он был. И поношение Христово подшел больше для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние. И вот здесь стоит поношение. Это нечто очень важное, что людям очень трудно переносить. Поношение. И вы помните, когда Господь говорил, почему Он провознес Иисуса Христа? И такое выражение интересное, Он пренебрегший посрамление воссел Одесную престола величиной высоте. Помните? Посрамление, поношение, это одно и то же слово, только по-разному выраженное, немножко нюансы какие-то есть. Поношение очень трудно переносится людьми. Но есть одно интересное местописание, где написано «За поношение вам будет воздано, кажется, удвое». То, что не буду говорить, не помню точно. Кто помнит хорошо? Гена, ты хорошо всегда помнишь. За поношение вам будет воздано во сколько раз, не помнишь? Не хочу говорить точно, не помню. Кажется, вдвое. Оказывается, когда человек черпит поношение за Господа, то мы считали и считаем, что награда воздаяния будет только за труд, что человек делал. Оказывается, и за поношение, которое нес ради Христа и не отказался, будет награда. Его за поношение вам будет воздано. Но вы просто найдите дома. Я просто сегодня очень поздно вернулся, я уже не успел просмотреть, но так написано. Почему так? Потому что поношение, пострамление, оскорбление, особенно когда они незаконные, они очень тяжело переносятся, потому что незаслуженно. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, обратить внимание на веру. Вот один из элементов веры это правильно переносить поношение, которое есть. Правильно реагировать на него и понимать, что это нечто очень важное в жизни, на что Господь обращает внимание. И вы согласитесь, что сегодня многие люди понимают, что верующие это хорошие люди. И понимают, что здесь действительно большая разница есть между моралью, я этим человечеством назову, у мира и здесь. Но не идут сюда. Почему? Потому что будут смеяться и скажут, ты пошел в баптисты или ты пошел в секту. И не идут. Они просто не могут терпеть поношение. Прошлые времена были другими временами. Сегодня времена другие. Сегодня никто с работы не увольняет. Хотя наверное какие-то руководящие должности не очень-то возьмут, если узнают, что вы веруешь. Тоже что-то есть. Но сегодня не то время, которое раньше было. Раньше боялись работу потирать и так далее, и так далее. Пойдешь в молитвный дом, ребенка проведешь, могут оштрафовать. Собралась молодежь, где-то молодежное собрание, если поймали, дадут штраф, пройдут, они же этого не делают. Но многие люди не идут потому, что им стыдно. Они не могут терпеть поношение. Вы понимаете, насколько вот это сильное влияние поношений оказывает? Не могут, смеяться будут. А что скажет тот, а что скажет тот, а что скажет тот? Это как раз то, что не может терпеть поношение. И для нас это удивительно. кажется, ну ладно, за работу переживать, за должность, ну это надо переживать, а то только на тебя скажут, что ты такой щекой, да уже не идти. А оказывается поношение, ого, что оно стоит. Это не так то просто терпеть поношение. Вот почему сегодня я обращаю на это внимание. И поношение Христову почел большим для себя богатством. Почему вот так? Что это за богатство? А вот тут дальше написано, ибо он взирал на воздаяние. То есть, это сегодняшнее поношение, правильно пройденное, во время поношения не отказался от Господа, значит, там у Бога есть награда лежит. Там лежит награда. И там человек получит за то, что сегодня здесь терпел поношение во имя Господа. А вы знаете, это, как говорят, очень часто встречается в жизни. Вы помните, как Иеремия плакал, когда говорил, Господи, ради тебя церплю поношение, и я съел слово Твое, и оно у меня поношение оказалось. Пришел, стал говорить, что сдайтесь в плен. Это в самом деле был нестандартный ответ. такой, что делать тут люди защищать надо. А Бог говорит, что скажи им, пусть отворят врата, сдаются в плен, то будут живы. А иначе побьют всех. Он пришел и сказал, что ему Бог сказал. Вы помните, чтобы его и в яму кинули, и что только не было. Поэтому здесь не только речь идет о поношении именно для тех, кто уступает на путь спасения, но здесь любой из нас. Если он что-то скажет от Господа, что не соответствует стандартам человеческого мышления, сразу же скажут, что с головой в него не в порядке. Бог так не может говорить. И уже будут смотреть на тебя вот так вот издалека. И тоже люди очень часто не говорят то, что знают. Уже когда что-нибудь совершится, говорят, ну, а мне было открыто, говорят, а где ты была раньше, а где было там, где теперь есть, аж сказать, подвернуться поношению, а кому это надо, а кому это надо лишние насмешки. И тогда, врат, ничего там через не было, это выдумало уже задним числом. А на самом деле бывает так часто. Причина почему была такая? Во-первых, было неверие, не хватало веры, что Бог сказал, а второе, не хотелось терпеть поношение. Потому что сказать такие так просто проходит. Поэтому вот этот момент я хотел бы отметить. Этот элемент веры или назвать свойство веры, не назову, но часть веры, это то, что случается у верующего человека. И ему надо сказать, сделать о поношении. Знаете, иногда, допустим, когда где-то за что-то и не принимают, и не понимают, бьют, но когда ты видишь, что не поносит легче. А вот поношение очень тяжело переносится. Когда-то кто-то один из маленьких мальчиков сказал, когда уже по свете рассказывал, вот понимают же маленькие дети, говорят, когда мама их называла ты еще кое-такое, такое, ты лучше на меня взяла бы ремнем, чтобы она так мне говорила. Это же поношение, когда мать называют ты бездар, ты да что-то ребенок сделает, она его отчитает, он походит внутри, и опять по новому кругу пошла, и опять то же самое. Он говорит, то лучше взяла бы ремень, мне было бы легче. Круг за кругом одно и то же, и унижение, поношение. Недаром вот здесь в 11 главе апостол Павел, как бы вскользь, особо не акцентируя внимание, но на довольно серьезном уровне, несколько раз повторил вот об этом явлении в жизни человека, в жизни христианина, поношение. Его надо пройти и пройти правильно и настолько закалиться, чтобы впоследствии, несмотря ни на что, исполнить волю Божию, что не так просто и не так легко. Вы знаете из Писана, что пророка угнали не потому, я уже не говорю про ложных пророков, я говорю про тех, которых вот здесь написано и пилами перепилили, как Исаию, говорит история, Исаию это деревянной пилой перепилили за его пророчество, почему они не воспринимались народом, я имею ввиду, им не Исаией, а народом не воспринимались. И потому там не только было поношение, там было и уже действие физического характера воздействия. Ты нам не нужен. Поэтому я обращаю особое внимание, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. И опять не убоявшись. Вера и страх, они воюют одно с другим. И опять верою не убоявшись. Если бы не было веры на то, чтобы усилен его защитить, наверное, он не рискнул бы один противостать фараону с его бойском, с его государственной машиной. Он же хорошо понимал Моисей, против кого он восстает. Он был во дворце, он обучался, как и все фараоны и сыновья, военному искусству. он знал все порядки, знал, что значит прогневать фараона. Он все это знал. И на что было надеяться не бояться фараона? Только в том случае это можно было сделать, когда иметь веру, что Бог сильнее фараона, сильнее всего его войска, сильнее всякой площади и так далее. Иначе просто невозможно было решиться на такое. Но он решился, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Был тверд. Знаешь, что такое тверд? Значит, свойства особенные, материал есть, разность наружу, но один твердый, а другой очень податливый. Так он был тверд. Человек не твердый, он не выдержит курса. Он может начать, но когда начнется сопротивление, а твердости нет, уверенности нет, доверия Богу нет, жертвенности нет, и он впоследствии сходит в сторону или отступает назад. У него не хватило твердости. А он единственная причина, почему был твердым, видя невидимого. Был тверд. И понимал, с кем он имеет дело. Верою совершил он Пасху, пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся. Я не буду повторяться, потому что я в некоторой мире только немножко с другой стороны повтораю то, что в прошлый раз говорил. Ну и Пасха правильно. Вы помните, я в прошлый раз говорил на прошлом разборе. Это надо было иметь веру. Вот пойдет ангел, губитель. И что делать? Как спратиться надо? Ну надо пасхальную ангел заколоть и кровь помазать косяки. А что это за оружие? Что когда им пользовался? Надо где-то в поджемелье. Помните, когда будете читать Исайюн, вы найдете, как люди рассуждали. будут спратиться в ущелье гор, помните? Закапываться будут в землю. И это правда. Никакой ветер не порвет провода, которые в землю закопаны. У вас будет электричество всегда, а вот то, которое здесь, запросто порвется. Вот закопаться в землю это надежно. Вы знаете, во время войны окопы брустверы ложили, правда, потому что пуля глубоко в землю не проходит. Это земля. Это земля. Она имеет свойства определенные. И люди часто на это надеются. Ну, надо было что-то делать, закрываться, зашторить двери, под землю закапываться. А тут такой совет дает заколоть акция пасхальную и помазать кровью кощаки дверей перекладину. А то единственное было надеяться верить, что это будет так. Ну, вы помните, одно только условие было, добавление. Оно не по этой теме, но просто для нас сегодня будет полезно. Господь говорил, что вы это все сделаете через Моисея, но не выходите за двери, на улицу не выходите, потому что если вы все сделаете и заколете пасхальную акция, и помажете кровью кощаки дверей перекладину, выйдете на улицу, то что? То это вас не спасет. Оставайтесь в своем доме под защитой крови пасхальную акция. Но если вы вышли из дома, то это бесполезно будет для вас. Поэтому мы сегодня говорим, исполняй Слово Господне, делай то, что Господь тебе советует, и будешь под защитой крови Христа. Если ты только начинаешь грешить, я недавно говорил на эту тему проповедь, я ее назвал «Мы под благодатью», помните, я тоже об этом говорил, очень часто люди говорят «Мы под благодатью», но на самом деле они под грехом, под благодатью. Человек под благодатью никогда не будет идти вопреки Слово Божие. Благодать учит, как его исполнить. А если я уже благодать учит так, а я сделал так, то под чьей властью нахожусь? Под властью греха. И так оно и было. Вот этот классический пример, я его очень часто повторяю, но он и на сегодняшний день подойдет, когда Петр уговаривал Иисуса Христа «Будь милостив к себе Господи». Если бы это было в сегодняшний день, скажите, он был под благодатью или под грехом? Под грехом. Потому что Господь сказал ему «Отойди от меня кто? Сатана». Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Поэтому для благодати всегда остается место в одном случае, когда я согрешил, я всегда имею полное право попросить прощения у Господа. Господи, прости меня, это всегда висит надо мной. Я этим всегда могу воспользоваться. А уже другое, я уже смотрю, я под благодатью или я под грехом. Если, допустим, человек 10 лет уже верующий и тайно выпивает, чтобы никто не видел, когда он пьет водку, он под благодатью или под грехом? Он под грехом. Он во власти греха находится. Да, он может вернуться назад, опять стать под благодать Божию, но на это время, и в это время очень часто, когда уже мира беззакония исчерпана, в это время часто дьявол берет, входит, входит тогда, когда человек делает грех. Он так просто не может выйти. Вот почему написано «Не давайте место кому». Не давайте значит кому-то относится «Не давайте к нам». Там дальше перчин есть. Кто крал, не кради. Помните, кто говорил лишнее, не говори, кто ожилился, я уже от себя добавляю, перестань это делать, иначе ты даешь дьяволу проявляться через себя. Я не говорю, что все люди, которые здесь уже одержимые люди. Нет, я так не сказал. Но в это время они выполняют не волю Божию. Они выполняют не волю Божию, а волю того, кто их пленил, даже через мысли, даже через чувства определенные. сегодня могли понимать вот это. Верой совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 стих. Верой перешли не черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Вот тоже интересное место, о чем в прошлый раз говорили. Те люди и те люди. Для них черное море раступилось, и они глянули, идут, и они следом пошли. Но израильцане шли по вере, а они дерзнули. Так что дерзость это не вера. Есть дерзновение, а есть дерзость. Это не одно и то же. Вот смотрите, я еще раз считаю. Вера перешления червное море как по суше, на что покусившись египтяне потонули. У них не было веры, они не по вере пошли. Бог не говорил им гнаться. А вы знаете, что вера основана на слове Божьем? Вера от слышания, от слышания от слова Божьего, то им Бог не говорил гнаться. Но они решили повторить то, что делали израильсян, которых повеление было. И что эти перешли, а египтяне что? Потонули? Я помню, когда-то, может, кто-то вспомнит Марию Шановскую, ее сестру, которая умерла. И, значит, когда она попала в больницу, заболела туберкулезом легких, ну, и стали молиться там у себя они в церкви. И Бог сказал, что это не к смерти, она выздоровеет. Молиться, она выздоровеет. Когда она это услышала, она стала отпрашиваться домой, она стала есть все, что только попало. Ну, раз Бог сказал, вера, ну, и быстро вышла из больницы. Ну, а другие больные, которые лежали рядом с ней, говорят, вот, смотрите, говорят, я уже не помню, как ее звали, этого брата, жену, Павла, Рая, Рая, говорят, он, говорит, Рая, Шановская вас не слушала, говорит, она ела, что хотела, домой ездила, и она выздоровела. А врач говорит так, для того, чтобы было с вами так, то надо, чтобы вы были такие, как Рая. У вас так не получится. У вас так не получится. Чтобы так получилось, как у Рая, вы должны быть такие, как Рая. То есть, она по вере, она взяла, а вы не можете так делать, как она по вере. У вас это не получится так. Вам надо подчиниться другим законам материальным, которые существуют в мире. Вот лечитесь так, как все люди. А это у вас не получится так, потому что вы не такие, как она. То есть, у вас нет этой веры. И там было действительно дело о вере, а не просто она сама поняла, что вот так ей будет лучше. Поэтому здесь вот я взял вот этот пример на 29 стих привел. Верой перешли не черное море, как посуши. На что покушивший египтяне потонули. Так и у нас сегодня. один получает, а другой что? Думает, что будет так же, и не получает. Почему? Потому что у одного поверят, а у другого не поверят. У одного дерзновение, а у другого дерзость. А это две разные вещи, это не одно и то же. Поэтому для того, чтобы получать поверят, надо быть верующими. Не просто людьми, потому что мы с одной стороны в некотором смысле слова ничем не отличаемся от других людей, которые никогда не молились. Но у нас есть что-то отличительное внутри вера. Все остальное вроде бы одинаковое. И головы на месте, и руки на месте, и как люди не отличаемся, а вот внутренний мир совсем другой. А потому и результат другой совершенно. у нас что-то получается, а у них не получается, потому что веры нет. Нет вот того основного, центрального, важного, чем можно брать от Господа благословение его. Верою пали стены рихонские по семидневном обхождении. Но об этом я тоже говорил, я просто не буду останавливаться, просто напомню, что это выдело очень странно, хотя вообще-то жители Ерехона, они понимали, что может быть что-то, потому что они закрылись, вполне возможно, они закрылись, потому что думали, что оружие употреблено, но несмотря на то, что они ходили, просто ходили, это было очень интересно и странно, и так далее, но они дверы не открывали. А уже что они думали, может быть, и смеялись. Говорили, что эти евреи делают такие стены, кажется, шесть колесниц может ехать в рядок по такой стене, а они ходят и вокруг, где они и на что-то надеются еще. Но я думаю, если бы не Бог, может быть, у израильян и было какое-то оружие, какие-то может быть, палки, мечи, луки, может, какие-то были, но такие стены этим оружием не возьмешь. Это не оружие, это современное оружие, ракеты, ядерное оружие, атомное и так далее. Да, тут, наверное, эти стены не устояли бы, быстро их разбомбили бы, а в то время это была неприступная крепость. И, наверное, было странным. И им надо было верить. И им надо было верить, что вот будем ходить, и после стены рухнут. Они так и ходили. Шесть дней обходили. Это не один день. Обойдут вокруг города и станут ждать следующего дня. И опять пришел следующий день. Встали, обошли вокруг города и опять ждут. И только на шедьмой день обошлись с чем раз. И когда они воскликнули, то Писание говорит, рухнули стены Ирихона. И они вошли в город, каждый со своего места, где были. Наверное, растянуты были вот там. Рухнули. Вера. И здесь Писание говорит, верою пали стены Ирихонские. Вера блудница с миром принявшись саглядатая и проводивши их другим путем не погиблась неверными. Вот здесь тоже очень интересное явление. Рау блудница приняла саглядатая. Вы можете сами прочитать впоследствии вот это место Священного Писания. Но вы знаете, что там было по-человечески не совсем красивые поступки. Она их спратила, спратила от своего народа, обманула, сказала, что они пошли туда, на самом деле спратила их. Но она на это не обращала внимания. Я не говорю, что мы сегодня должны так делать. Но какой был смысл? Она ни на что человеческое не посмотрела. Она не думала, как о ней в почте будут думать ее же соплеменники, если узнают. У нее была вера, что город будет завоеван, все будет уничтожено, а если она их сохранит, им бы жизнь сохранена. И жить для нее было дороже всего. И она не посмотрела на то, что может быть она в презрении оказаться. Я сам, допустим, читал свое время, когда исследователи во время атеистическое, они тарал, блудницу, распинали на все четыре стороны. О чем это Библия говорит? Это предательство своего народа, это вообще, это некрасиво, это неправильно. Но для нее самое главное было, и важно, чтобы жизнь сохранилась. И я когда-то говорил, сегодня еще раз напомню, я не знаю, как сегодня, раньше мне попадалась книга о этих еврейских постановлениях, о их традициях, там было очень интересное такое изречение, если говорит воин израильский, попал в плен, ему побежали, если он расскажет то, что будут спрашивать, ему жизнь дарована, пусть рассказывает все, что знает, жизнь дороже всего. Вы слышите меня хорошо? У нас как говорят, ты должен умереть и тайну не выдать. И тоже с одной стороны как-то разумно, но здесь жизнь не ценится, хотя может быть от этой жизни другие зависят, тут вопрос такой сложный, но там выпукла цена жизни. если тебе обещали жизнь, говори все, что ты знаешь, лишь бы ты остался жить. Уже здесь нам рассуждать, что хорошо, что плохо, мы не станем, но то, что в народе Божьем очень сильно ценится жизнь дарована, это не просто так кто-то выдумал, это правило, жизнь, жизнь дано один раз, ее нельзя терять. поэтому я еще читаю дальше, веруя в блуднице с миром принявшись оглядатой и проводивши их другим путем, не погибло с неверными. И дальше Павел говорит, и что еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне. Ну, он ничего не говорил о Гедеоне. Но мы тут читаем Библию, и мы понимаем, что было там с Гедеоном. Иди, ты спасешь. А я не могу, я самый младший, я самый слабый, я не могу это делать. И помните, Господь сказал ему, иди, потому что я буду с тобою. Ты и молодой, ты самый младший, ты сегодня выколачиваешь пшеницу, та через крышу, эти одинича, ты даже свободно не можешь свой урожай собрать. Я это вижу и знаю. Но у меня есть определение, именно ты пойдешь, и ты сделаешь это дело. И Гедеон говорит, а я не могу. Вы помните, как он и валу этих рубил, как это все было, как Господь его посылал в стан вместе с фурой, чтобы его веру утвердить. И вот опять это гедеон как пример тех людей, которые считают, что они молодые, неспособные, силы нет, что я могу сделать. Поэтому вот любая личность, которая здесь перечислена, она несет в себе зерно истины какой-то определенной. И Авраам, которым мы рассуждали, и Яков, и Иосиф, и Моисей, а вовсе мы имеем полную картину действия веры полноценной в разных ситуациях жизненных. Тут как раз гедеон говорит, мне времени не хватает говорить о гедеоне, но нам хватит времени наверное сегодня почитать о нем. А интересно что-таки, что ж Павел не сказал, что он мог сказать? И вот первое, что бросается в глаза, спрятался, боится всего, и тут Господь говорит ему, Господь с тобою муж сильный. Он говорит, Господь с нами, то чего мы прячемся? То чего мы сегодня убегаем от врага? Почему? И говорит, где те чудеса, которые отцы рассказывали нам? Как будто все поменялось. И Господь говорит, вот потому я тебе и говорю, иди, что я с тобою. А так, конечно, куда же ты пойдешь? Что ж ты можешь делать сам по себе? И вы помните, как этот отбор был? Вы можете много найти мест священного Писания, где очень серьезно Господь направляет нас на серьезные рассуждения. И это все вера. Это все вера. Хотя, наверное, если бы нам явился ангел, да сказал, то, наверное, у нас вера была бы. А вообще-то у нас больше, чем ангел, Дух Святой живет в сердце. Но ее как раз не хватает. Мы про веру, да про веру говорим. Что-то где-то было, что-то было, и имя Господа сильно. А как пройдет через нас, да ничего не получается. Вот где-то что-то ослабевает, где-то есть что-то в нашем сердце. Ну, это уже другая тема. Я просто ее вскользь затронул, потому что Слово Божие чисто. Вы помните, другое местописание говорит, а вот лживая трость книжников, и его что делает? Пророщает в ложь. Вот многое то, что проходит через нас, оно в силу нашего неверия, оно силу терять, и нет того, что должно быть. Я иногда говорю, Господи, на горы ты связался с нами людьми, делал бы сам, уже давно все сделал бы. Но я чисто немножко с юмором понимаю, по-другому выразиться сегодня мне трудно. И вы сами хорошо понимаете, если бы Господь поверил ангелам сделать то, что сегодня мы делаем, они бы это сделали, нехто сказал, с удовольствием и квалифицированным все давно было, но через нас, через нас, говорят, вера, если вера крепкая, то обетования Божьи изливаются обильно, успех очевиден, когда веры этой не хватает слабое, а почему она слабая? Ну, через нас проходит все. Господь мне сказал, а я должен пойти передать все это, а я взял да что-то не досказал, а где-то еще приврал. И когда пришло к делу, так оказывается и не совсем так, почему, оно уже через меня прошло, оно прошло через меня, и уже не стало тем, кем оно было, когда оно ко мне шло. Вот почему Господь здесь вот так много о вере говорит. пророчествуешь, как пророчествуешь, по вере чего? Верь. Служитель, что? В служении пребывай, увещеватель, увещевай, и все это по вере, а когда не хватает веры, не получается ничего. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, вы помните Варак, это Девора пророчица, Варак, когда через Девора было сказано, иди, значит, одержишь победу, и вы помните такое интересное явление, когда надо было идти, у Варака было сомнение, и Девора ему сказала идти одержать вот эту победу, в Кадеши, над Чесарой, вы помните, Чесара, железные колесницы, и так далее, и так далее, то Девора, он сомневается идти, она говорит так, иди, Господь будет с тобою, но если ты не пойдешь, то слава будет уже мне, а не тебе, вы помните, что он сказал, он не сказал, что мне не надо славы, он сказал, если ты не пойдешь, ты, я не пойду, он сказал, что мне слава, мне надо веру иметь, а для этого ты нужна под боком, ну, в смысле, что если ты сама веришь тому, что ты пойдешь со мной, не будешь бояться, и мне будет надежнее, если ты пойдешь со мной, и я пойду, вы почитайте там это местописание, а если бы действительно он эту славу искал, он мог бы так сказать, ну, этот вопрос серьезный, и кто знает, вот без этой веры, поставлено, так сказать, или слава, или кому-то другому, она мне должна, вон подходит, приходит сомнение, Девора нет, тут же мысли, ну, Девора что, не пошла, кто ее знает, Бог говорил или нет, ему бы искать славу, она жить без славия, не вернее, всегда без славия наживает, говорит, не надо мне это, пусть она тебе будет славой, но иди со мной, если ты пойдешь, и я пойду, если ты не пойдешь, и я не пойду, потому что сомнение будет, вера о Самсоне, ну, здесь Самсон очень такая личность интересная, очень интересная личность, но я не хотел бы очень много говорить, но вот в чем его была вера Самсона, что даже, по сути дела, это было его падение, хотя это очень сложный прообраз, Самсон это солнышко, с чем кост на голове, на заре Божий, вы помните, влюбился в Галиду, прообраз Христа, как ни странно, который пришел к своему народу, и они его отвергли, он обратился к язычникам, с чем духов было на нем, и он был распят, и был в доме узнику, в преисподнем места земли сходил, хотя он там не крутил жернова Христос, еще взять его, но претерпел посрамление и воскрес, как человек, Самсон, очень интересная личность, это человек, который имел веру и надежду, даже тогда, когда сделал не то, что надо, попал в плен, и в это время было, наверное, не так просто верить, я думаю, Самсон хорошо все передумал, он знал закон Божий, он знал, как народу Божию жить надо, родился в всем Яманое, где мы объясняли, знал, что он на заре Божий, знал все, но при всем знании влез так глубоко, что попал в плен, и издевались над ними, насмехались, молол доме узников, но вера в то, что Бог с ним его не оставляла, вот волосы на голове стали расти, помните это выражение, наверное, он ощутил, что он не отрасли, он понял, что сила Божия возвращается к нему, волосы на заре, это, кажется, шестая глава чисел, читаете, это знак принадлежности Богу, знак посвящения Богу, посвящение Богу его на голове, его, помните, такое интересное явление, не все у него было нормально, как и у нас, бывает очень часто, но он был посвящен Богу, волосы на голове были, и вот приходило время, освобождался, а когда посвящение Бога было снято с головы, он этого не заметил, он думал, что все нормально, вы помните, сказал, пойду, как прежде, освобожусь, а не знал, что Господь от него отступил, почему он не заметил, что волос на голове нету, или не сообразил сразу, трудно сказать, почему, но обманутый был, уже посвящения Богу на голове не было, и налетели филистимляне, взяли, глаза выкололи, и он молол доме узников, а потом проходило время, все-таки это был на заре Божий, это был человек, который знал Господа, и знал, волосы на голове стали расти, и вера пришла, вот, представьте себе, знаю, что ты сам лез, что так не надо было делать, что на Боге, и верить, что Бог спасать будет, вы знаете, многие люди, попадая в грех и в плен, они уже не верят, что Бог их простит, их надо убеждать, ну, не сдавайся, ну, что было, то было, но ты не сдавайся, давай восстанавливайся, не верят, вот у Самсона пришла вера, волосы на голове стали расти, посвящение Богу, если можно так выразиться, восстанавливалось, и вот пришло время, решили последний раз на праздник посмеяться над ним, а он уже, по-видимому, почувствовал в себе силу, и просит отрока, ну, подведи меня к столбам, на которых утвержден дом, вы помните, я не читаю, и сказал, о Господи Боже, теперь один, единственный раз, укрепи меня, чтобы мне отомстить филистинлянам за мои два глаза, и говорит, уперся всею силою в столбы и обрушил дом на филистинлян, сказал, умры душа моя вместе с филистинлянами, и обрушил весь дом, и говорит, филистинлян, которых умертвил, Самсон при своей смерти было больше, чем умертвил при жизни, как и Христос, своей смертью лишил силу, имеющую державу смерти, то есть дьявола, это был интересный путь Божий, интересное исполнение воли Божьей, то Иисус Христос пришел на землю, чтобы пострадать за грехи, и умереть, умирают бесчильные, издеваются над теми, кто не может сдачи дать, распинают тех, кто преступник, а ему надо было, вот такое исполнение воли Божьей было, мы дальше будем читать, что и будет повторение некой похожей веры, о Самуиле, о Самсоне, и Ефае, тоже такая история некрасивая, пообещал отдать, так сказать, в жертву все сожжение дочь, кто его просил об этом, но вышло из уст, и потом пришло время, выполняй, тебя никто за язык не тянул, и вынужден был это сделать, вера, хотя я больше не нахожу, что Бог когда-то потребовал от кого-то жертву человеческой, а здесь он сам это сделал, вот безрассудно по тому Писанию и говорит, думай, лучше тебе не обещать, нежели что? Обещать и не исполнить, поэтому вера, вера, Самуиле, вы помните, когда он, тоже такое интересное событие, интересное место, это одно из мест, где израильтяне согрешили, а Бог сказал, не бойтесь, попробуйте найти другое такое место, обычно говорят, бойся греха, а я говорю, да, этот грех вам и сделан, но что? Но вы только не отступайте от Господа, это было просто допущение Божие по желанию народа, я когда-то на эту тему говорил проповедь, когда Господь через Моисея говорил еще, что вот придет время, вы захочете цара поставить, и это было не столько пророчество, а потом дальше Господь открыл, что это было, когда Самуил очень, значит, плакал об этом, сожалел, то Господь сказал, вот что ты, вроде, плачешь, с того дня, как они вышли из Египта, у них было такое желание, они его прятали, не высказывали, но у них такое желание было, и вот теперь момент подвернулся, вот они и высказали, ты говоришь, думаешь, они давно это носили, я говорил на эту тему, что, братья, смотрите, что мы носим, они долгое время носили, и может быть, даже отчета не давали, что они хотят, а Бог видел во времена Моисея, говорит, я в современе Моисея видел, что они этого хотели, они хотели быть, вы знаете, как им не хотели быть? Они хотели быть, как все люди, они не хотели быть хуже, чем все люди, они даже не хотели быть лучше, чем все люди, они хотели быть, как все люди, как и мы хотим быть, как все люди, бывает у нас такое, и нам сейчас говорят, а что вы теперь так же, да живите вы, как все люди живут, ну выдумают еще что-то, и мы иногда говорим друг другу, когда кто-то что-то... Даже виды, как все люди. Вот оно, как все люди, к чему привело. Я немножко экскурсию назад сделал. Как все люди. А как все люди? Хотели царя иметь, чтобы он ходил перед ними, войны вел. А то вроде было неудобно. Такой великий народ, у всех есть цары, а они без царя, некие там судьи, кого-то там они, кто Бог назначает, чего-то. Вот там царь, да там царь, да большие, да красивые, да огромные, а мы такой народ, у нас царя нету, дай нам царя. И Бог знаючи, а Боже не один раз, вот где-то, ну, я не знаю сколько, мне трудно, боюсь ошибиться, но, наверное, больше 200, может, где-то 300 лет они все так вот ходили. Покуда эти времена прошли, судьи, посчитайте, я не буду говорить, я могу ошибиться и крупно ошибиться. Но это ни день, ни два было. Это столетие точно прошло. И сколько Бог с ними говорил, сколько их вразумлял, они не увидели, что они хотят ни того, чего надо. Вот не увидели. А потом пришел момент, когда сыновья Самуила повод дали, Самуил не дал повода, а сыновья дали. Вы знаете, как они обрадовались? Искали, искали момента, Самуил, а тут все, нормально все. Говорит, Самуил, хватит. Ты хороший брат, мы сегодня сказали бы. Все. Но дети твои никудышние. Давай, уступай место. Они не то, что надо. Повод дали. А когда повод дали, он тут же раз, и высказали то, что хотели. И Господь говорит им, этот грех вами делал. Он не назвал, что это не грех никакой. Но говорит, но вы не бойтесь. Вы только слушайте Господу. Выполняйте Слово Его. Если вы это будете делать, то вам будет хорошо и вашему царю. Ну, а если нет, то и вы, и ваш царь погибнете. Бог идет, как мы сейчас говорим, на уступки. Наверное, здесь немножко другое слово, не то, что уступки. Надо было, например, как-то по-другому что-то выразить. Но я пока что не нашел другого ничего. Но будем называть, пошел все-таки на уступки. Хотели, ну, знаете вам. Пожалуйста, посмотрите. О Самуиле. Ну, Самуил чем отличился? Помните, чистотой хождения и что молился, то Бог и давал ему по вере. Помолился, вот смотрите, вы скоро узнаете, какой грех вам и сделал. Я вас зову Господу, и он пошлет гром и дождь. И Господь возгромил. Потом где-то возгромил над филистимлянами, и что, и так далее, и так далее. Самуил был тоже муж веры. Но, тем не менее, конечно, о Самуиле можно много говорить. И других пророках, которые верою побеждали царство. Я уже не буду перечислять. Вы вспомните время языки, вы вспомните время Иосифата, когда несколько царей шли на него войной. Господь сказал, не ваша война, вы, значит, стойте и смоците. Помните, вместо того, чтобы взяться за оружие, они поставили, значит, левит, стали прославлять Господа и стали петь. Ну, конечно, со стороны людей это было вообще глупо. Три цара пришли, они, чтобы боевать, они и спевать стали. Но Писание говорит, когда они стали восхвалять Господа, Господь возбудил несогласие между мавитянами, аммонитянами и битателями горыщей Ир, они что-то там не поделили и стали уничтожать друг друга. А потом все вместе навалились на потомков Исава, и когда уже эти пришли, там уже никого нету живого. Уже забирай добычу, да и все. Можно вспомнить, когда ангел Господень пошел во время языки и поразил там где-то огромную армию, где-то 170 тысяч, не помню точно по числу, когда пришли, устали, уже тела мертвые, в армии Синах Ириима было. Тоже же вера надо была? Тоже надо была вера? Если бы не было веры, а в чем заключается сегодня здесь секрет? Бог никогда не будет делиться с нами чем-то. Вы помните от места Писания, чтобы понять, что я хочу сказать, я вспомню один текст Писания, который говорит так, не мстите за себя возлюбленные, но... Что дальше написано? Но дайте место, чему? Гневу Божию. Оказывается, если я защищаю сам себя, то я Богу не даю места. Или ты дай мне место, или защищайся сам. И там так было. Если бы они взялись из оружия частично, Бог никогда ничего не делал бы так. Но когда не доверились, а я понимаю другое, когда Бог руками людей делает, здесь уже другой подход. Вот. Вы помните, Давиду советовал, а ты теперь не иди на пролом, иди со стороны, сзади зайди, и тогда воюйте. Тоже вера, которой надо было подчиниться. Я взял такие крайние моменты веры, когда Бог говорит, или ты, или я. А уже делиться мы не будем, часть ты, часть я. Очень много воинов, зальцане одерживали, когда Бог их руки укреплял, и их руками делал. И тоже было не один раз, когда пошел один воин, я там, наверное, тысячу положил, помните, где-то 800 человек. Но тоже ж ясно, что не своими собственными силами. Или Давид, допустим, разрывал льва, разрывал медведя. Ну, конечно же, Бог через него действовал. Потому что надо было готовить царя для себя. А были моменты, когда Бог говорил, или я, или вы. Вот как раз я обращаю внимание на ту веру, которая, значит, должна быть в нас, доверить Богу что-то. И тогда Он будет делать. А уже когда мы начинаем делать, тогда Он не будет делать. И здесь надо четко знать, что Господь от нас требует. Которые веры побеждали царство, творили правду. Вот еще раз обращаю внимание, правду надо творить. Есть, допустим, слово «правда», которое употребляется в смысле «истина». Вот когда мы говорим «говори правду», то на самом деле это «говори истину». И в Священном Писании есть такие замены, и это не ошибка. А вот если говорить «истина» и «правда», то «истина» говорится, а «правда» делается. Помните? Говорит истину и делает правду. А чтобы сотворить правду, исполнить волю Божию, действительно, надо вера. Не всегда это так просто делается. Не всегда это просто творится. Творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угошали щилу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Это вот вся та вера, которая нам понятна и приятна, и в чем мы хотели бы быть в этой вере. Жены получали умерших своих воскресшими. Вот это та вера, которая всем приятна. А вот дальше следует. Иные же замучены были, не принявшие освобождение. Это вера? Или это неверие, что они были замучены и не приняли освобождение? Вера. А кто из нас хочет такую веру иметь? Здесь уже мы просто исполняем волю Божию. Просто мы говорим, Господи, Ты знаешь, какой мой путь, и Ты знаешь, как я должен кончить его, и Ты знаешь, чем или как я должен прославить себя. Если Ты, Господи, хочешь смертью прославить, то я Тебе не откажу. Это вера. И я ни разу говорил, кто знает, где она больше? Вот там, где получали умерших воскресшими, или где сами умерли, не дождавшись освобождения, и у веры умерли. Мы об этом никогда не говорим, и никогда почти не проповедуем, что это тоже вера. Мы всегда говорим, если Ты больной, то у Тебя нет веры. Когда-то наши братья зарубежные сказали, Вы страдали во время застоя, во время мероприятий, потому что у Вас веры не было. Была бы у Вас вера, то Вы не страдали бы. Правда, наши братья очень сильно возмутились, не знаю, показали им это место Писания или нет, но они не считают, что вера, значит, болеть – это вера. И в это время славить Бога, не унывать – это вера. А между прочим, Вы знаете, что Богу нужны такие люди. Я просто напомню одну истину библейскую. Вы помните, есть такие намеки, когда говорят, люди Содома и Гаморы восстанут против Вас и Вас будут судить. Они покаялись там от проповеди Иониной, а Вы не покаялись, когда я здесь хожу. Не ведь они от Иониной проповеди покаялись, а Вы не покаялись. Помните, они Вас будут судить. Что я имею в виду вот в этом явлении? Я думаю, что когда придет время судить, это чисто по-человечески рассуждение, хотя Библия об этом говорит. Вы помните, многие мне скажут, что день не твой день, мы прочествовали, бесов изгоняли. Не думаю, что там будет разбор на сто лет. Это одно мгновение, все обысвечено, все поставлено на место. Но будут люди, которые сегодня говорят и, наверное, будут говорить, нам очень трудно, у нас такая судьба, ты нам не дал то и то, поэтому мы отступили, поэтому мы пали. А Он покажет тех, которые покрыты струбьями, до которых трудно глядеть было, они лежали, благодарили Бога и вошли во спасение. Господь сказал, посмотри на Него и сравни твою жизнь. И скажи, кому было труднее? Они себя будут судить. Не я. Я вам покажу гораздо более тяжелое положение. Людей, которые больше трудностей переживали, чем вы. И они устояли. А у вас чуть-чуть что-нибудь, и уже все, и я не могу, и Господь дал мне сверх силы. Вы понимаете, к чему я перевел? Вот все вот это. Вот эти люди. Я просто чисто что-то немножко знаю. Я не говорю, что я полноту в этом смысле даю. Что будет? Как будет суд? Я просто... Вот то, что можно выловить из того, что написано. Но Богу нужны все люди веры. Эти, которые мертвых воскрешали, эти, которые умрили, не получившие освобождения. А они с определенным смыслом, такая судьба назначена. Это не произвол какой-то. Вот мы часто думаем, что у Бога какой-то призвал. Он захотел, одного любит, другого не любит. И мы часто... Мы вообще-то говорили об этом в послании к кремлинам. Вы помните, когда Павел выступал против всех людей, которые Бога хотели обвинить. И он говорил, а кто вы такие? Он что хочет, то и делает. Помните? Кого хочет милый, кого хочет, то и что встречает. А ты, что человек спорит с Богом, просто Павел не хотел разговаривать даже на эту тему, что разумно с Богом спорить. И он проводит пример Исава. Вот вот пример. Якова я возлюбил, а Исава... Хотя они еще ничего худого не сделали. Но на самом-то деле, чем в контексте, Павел просто не хотел рассуждать на эту тему. Он говорил, что вы с Богом цараетесь? А на самом-то деле, вот эта история началась еще вошлеве матери, когда Яков запинал Исава. Там уже он его запинал, он лишился первородства. И он видел наперед, что он будет делать. Говорит, Якова возлюбил, хотя вот я Якова буду судить, потому что он еще в отшеве матери запинал брата своего. Но у него было намерение хорошее. Он не отказывался от первородства, он был готов, было своими брать любыми путями, а этот отказывался за похлебку. И оказывается, не просто Бог на произвол, одного создал для ада, а другого создал для рая. Оказывается, он наперед видел, какой он будет, и сказал, я одного возлюбил, а другого возненавидел. И оказывается, не просто вот так, как будто получается нечестно, зачем ты меня создал таким, а вот по поведению твоему. Можно было так, а ты сделал так. Поэтому и здесь вот, когда мы смотрим на судьбу и на жизнь людей, и вот на эту веру, и одну веру мы любим, уважаем, а другой веры, мы иногда и не думаем, что это тоже вера. Поэтому один только Бог знает, как будет оценивана жизнь каждого на земле. Им награда, которую получит тот, который воскрешал мертвых, или который сам уверен, не получившись освобождения, не уверен. Это уже вопрос, и очень большой вопрос. Кому будет большая награда, кому меньше. По-человечески, да. Слушайте дальше. Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскрешение. Вот один из ответов, что Бог хотел дать этим людям. Лучшее воскрешение. То есть, лучшую награду воскрешения мертвых. Оказывается, человек, который отдал свою жизнь за Христа, это особый человек, ему будет особая награда. И Бог захотел этому человеку дать особую награду. А потому и позволил ему умереть, не получившись освобождения. Понятно, что освобождение, ну, за веру в Бога. Не просто так вот где-то за воровство, сел, допустим, там, или за убийство на 20 лет пожизненно, и так и не вышел. Но не об этом идет речь. Речь идет, что стоял вопрос. Или Бог, или жизнь. И он сказал, Бог, забирай жизнь, я ее не поменяю на Бога. И для этих людей, которые кровью своей засвидетельствовали веру в Бога, жизнь своей, говорит, будет лучшее дано воскрешение, чем остальным кому-то. Вот один из ответов. Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскрешение. Я повторю то, что не однажды повторял. Наверное, нам трудно понять сегодня, что это будет за лучшее или худшее. Мы вообще понятия не имеем о той награде, о той славе, вот как земные люди. Ну, по земному мы немножко что-то понимаем. А в общем-то, ну, ну, не понимаем. Но Бог, знающий все, он, несмотря на наше непонимание, открывает нам, что это так. Ну, и, наверное, для нас это будет очень важно, та награда. Не знаю, с какой точки зрения, не знаю, почему, но, наверное, будет разница, и что-то она будет давать, эта награда. Преимущество ли это будет, или что, трудно сказать, но, наверное, будет разница какая-то. Ну, и разница, ну, не знаю, восприятие того, что происходит, или кормить лучше будут одних, а других хуже, но я не знаю. Я просто как по земному рассуждаю сегодня. А то, что будет так, то будет так. Вы помните, что я тоже не совсем понимаю, что это значит, эти 144 тысячи искупленных от земли девственники. Сегодня есть течение девственники, люди по-разному понимают. Но там интересно, есть такая вещь, говорит, что никто из всех спасенных не мог научиться этой песни, которые пели эти 144 тысячи. Это в откровении будем читать. Никто не мог научиться этой песне. То есть, не способны были, кроме их. И говорит, они всегда следуют за Христом, куда бы он ни пошел, и они следуем за ним. Я сегодня не могу толковать, что это значит, но то, что намного, немножко вижу, что будет разница в духовном возрасте, будет разница в славе, но и, наверное, что-то особенное было в том, что они лучше других могли научиться и пели вот эту песню. Наверное, отдачу какую-то будут получать больше, чем все остальные. Поэтому, вот, нам сегодня непонятно, что это лучшее воскресенье. Как мы сегодня часто говорим, мне бы спастись хотя бы, или часто говорим, мне бы хотя бы до дверей дойти, или у порога дома Божия. Уже мы там не думаем, лучшее воскресенье, лучшая награда, хоть спастись бы, как я часто говорю, не до жиру, а быть бы живу, но на самом деле то будет разница очень большая, и, наверное, очень большая будет. Но я думаю, на сегодняшний день нам бы спастись, и я тоже так думаю. Я уже не думаю о том, что там будет дальше, какая награда будет, то, что заработаем, будет, что я заработаю, будет. А вот во спасение войти, наверное, это самое главное на сегодняшний день. Вернее, не войти во спасение, а сохранить себя во спасение. Спасение мы имеем. Вот как только мы покаялись, мы уже получили спасение. А вот как ходить в нем, как сохранить себя в спасении, наверное, это будет более правильное выражение, сохранить себя в том спасении, которое Господь дал нам. Поэтому здесь уже надо думать. И о вере надо знать, чтобы не смущаться. Что жить в трудностях и благодарить Господа, это тоже надо вера. И чтобы пережить трудные времена, которые сегодня, они нас не радуют, в надежде на то, что будет лучше, это тоже надо вера. Значит, у многих не хватает веры. Вот ждут, ждут, не получаются, не получаются, все оттирается верой и опускаются руки. И все. И теряют все. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и кожных кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Вот, смотрите, вот еще часть мужей веры. Это тоже мужи веры. Но, может быть, для кого-то это были люди, которые были неспособны защититься. Люди, как часто говорят, беззубые, неспособные дать сдачи. Для кого-то они были глупые, влезли не туда, куда надо. По-разному говорили. Потому что состояние такое, что никому не хочется. Мы больше считаем, что это как наказание. А оказывается, может, и наказание есть, может, и попущение есть, может, и допущение есть, но есть и мужи веры, которые должны были так пройти. Я еще раз перечитаю, потому что это такая вера, которой мы никто не желаем. Но она приходит в жизнь, и никуда не денешься. И это неудивительно. Мы не созданы для страданий. И даже сам Иисус Христос молился. Помните, Он говорил, «Отче, если возможно, что? Доминует меня чаша сия. А, впрочем, не как я хочу, а как ты. Вот тоже интересное. Я хочу и ты. Оказывается, я что-то могу и не хотеть, а просто должен подчиниться и сделать, потому что Бог так хочет. Вообще-то, некоторые моменты духовной жизни мы хотим, чтобы были. Хотим. Хотим побеждать грех, хотим получать мертвых воскресшими, хотим получать исцеление сами и исцелять других. Это хотим. А вот есть то, что и не хотим. А в тюрьму идти, что? Не хотим. На страдания идти не хотим, потому что это не присуще. Но здесь же стоит вопрос. И помните, Христос Петру говорил, вот это надо просто отметить для себя. Ты, говорит, когда был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то что? Другой припоясет тебя и поведет туда, куда что? Куда не хочешь. И, наверное, это одно из испытаний очень сильное на верность, на доверие, когда мы идем туда, куда не хочем, чтобы уходить в Господу, потому что Он так хочет. Вот когда хочешь идти, это же проще. А вот идти туда, куда не хочешь, да идти надо, это тоже испытание. И очень серьезное для человека. Идти туда, куда не хочешь. А почему не хочешь? Потому что, наверное, это не совсем приятное ожидают впереди. Потому что, если это приятное, то мы все хотим получать это приятное. А в веру включается и то, что неприятно пережить. Я еще раз прочитаю, это очень важно. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в мелочах и кожих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сие свидетельственные веры не получили обещанного. А то мы обычно говорим, что вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, получили то, что ожидали. И вот здесь есть ответ. Он не такой простой, может быть, несколько не на поверхности лежит, потому что Бог предусмотрел о нас не что лучшее, о нас, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть, вот эти люди, вы помните, я проведу этот пример, что вот в семени твоем, Авраама, благословятся все народы. И вот это благословение Божие, оно до тысячи родов простирается. И я проводил пример, говорит, сам Левий в лице Авраама дал десятин мелких щедек, потому что он тогда находился в шестрах отца. И вот именно связано с этой мыслью. Они страдали, молились, просили благословения. И это их благословение распространилось на всех потомков, которые находились в их числах. Сегодня для нас это разорвано. Мы живем, кого нету, кто его знает, что. Хотя Господь прямо говорит, что благословляет Господь до тысячи родов. Так написано? Так. Каких родов? Через кого благословляет? Через тех, которые родятся по линии этого благословения, человека, то же самое Авраама. По этой линии. И действительно, чтобы они не без нас достигли совершенства. Как сегодня, допустим, радуются родители, когда их дети получают что-то великое, ценное, над чем и они поработали. Если им было хорошо, а дети не получают благословения полного, то родителям радости особой нет. Правда? А когда и они, и дети имеют благословение, они имеют полноту радости. Она не отнята. И вот здесь тоже самая мысль, потому что Бог подосмотрел о нас. Вот когда говорил Павел, то этих людей, которых уже не было в живых, но они получили благословение свое, были верны, и оно на них распространилось. И Павел, мы теперь живем, но мы живем очень часто за счет их молитв, за счет их верности. Если, допустим, сегодня говорить более последнего времени, то мы сегодня имеем спасение, имеем наши молитвенные дома, потому что наши братья 70-80 лет назад там своими костями в Сибирь услали. И молились, чтобы было это пробуждение, которое пришло. Мы хорошо понимаем, что все Бог делает по молитвам. И очень часто родители молятся за детей, они умирают, родители не увидевшие, а после дети каются. По их молитвам они помнят эти молитвы все. Они понимают это, поэтому существует вот такая неразрывная связь. И апостол Павел здесь об этом и говорил. И все свидетельственные веры не получили обещанное. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому я уже буду окончать уже без 12 минут. Пусть Господь нас благословит. Думаю, еще несколько глав будет, и мы кончим постание к евреям. Пусть Господь благословит нас, и давайте будем мужами веры. Не только исцелять, но даже в трудностях иметь веру, что все это непросто, все это по планам Господним, все это учитывается, это тоже есть вера. Дабы благословит нас Господь. Аминь.